С 1 июня во всех регионах России начали работу филиалы Фонда Защитники Отечества, главная цель которых – оказание всемирной поддержки ветеранам СВО и другим участникам боевых действий, а также их семьям. Такой фонд есть и в Карачаево-Черкесии. Что удалось сделать за это время? Кто и как помогает решать уставные задачи филиала Фонда Защитники Отечества, мы попросили рассказать руководителя регионального филиала Марата Базалиева. Марат Мухтарович, Фонд Защитники Отечества, Республиканский филиал работает с 1 июня. Скажите, за это время уже есть какая-то статистика? С какими вопросами к вам обращаются чаще всего? Чаще всего обращаются по мирам социальной поддержки, по региональным выплатам, по федеральным выплатам участникам СВО. Мы стараемся им помочь и, как правило, получается. Обращаются за медицинской помощью, как сами ветераны, как семьи погибших. Точно так же обращаются родители, родственники действующих бойцов. По мере возможности мы им оказываем тоже помощь. Вопросы самые разные. А сколько из них удалось решить? Где-то процентов 90 вопросов, которые поступают к нам от наших граждан, подопечных, мы решаем. Процентов 10 в работе и процентов 2, наверное, такие затяжные, более месяца, до двух месяцев. Вопросы мы не можем быстро так решить. Это проблема с идентификацией человека. То есть он является служащим Министерства обороны. У него нет страхового полиса для получения медицинского наблюдения и медицинской помощи в Минздраве. За ними должны смотреть, оказывать всякую помощь госпитали, то есть учреждения Министерства обороны медицинские. И у нас получается, у нас маленький регион, у нас нет госпиталя своего, и приходится их перенаправлять. Они едут в Саврополь, в Роженики, в Ростов, к нам коллеги обращаются, и мы стараемся им помочь. Марат Мухтарович, насколько я понимаю, задача фонда не гонять человека по десяткам инстанций, а решать все его вопросы по типу одного окна. Это так? А есть ли у нас в республике организации, с которыми вы сотрудничаете, которые вам помогают? Мы оказываем помощь при сборе документов и оказываем самую различную, в различной форме помощь оказывать. Но это все было бы невозможно, если бы не Министерство труда и социальной защиты, если бы не было бы Министерство здравоохранения, если бы не было бы нашей медицинской социальной экспертизы. Без них мы не смогли бы, ни без Минюста, без нотариата. Мы подписали с ними со всеми соглашения, и они нам оказывают посильную помощь, и никто не отказывает, всегда помогают. Мы также заключили соглашение с юридическими конторами, с адвокатурой. В тесном контакте, если бы не было бы этих организаций, с которыми пенсионным ходом, если бы мы не работали бы совместно с ними, у нас бы ничего этого не получилось бы. Скажите, а сотрудничаете ли вы с общественными организациями, с волонтерами? Они же у нас тоже в республике есть. Да, мы тесно сотрудничаем с такой организацией, как КСВО, Комитет семей воинов Отечества, Союз ветеранов Министерства обороны в лице Байрамукова Рашида, в КСВО, Анушка Аида Мавлеттиновна, потом мы вместе, фонд, там Хакирова Ася Магомедовна и наш народный фронт Капушева-Людмила. Мы пытаемся с ними сотрудничать, помогать друг другу. Мы очень благодарны, что существуют такие организации, которые нам оказывают посильную помощь, не только нам, но и нашим подопечным. Мы проводим совместные мероприятия такого характера, как праздники различные мы отмечаем с детьми погибших, с детьми ветеранов, с детьми участников СВО. Многие участники СВО после ранения возвращаются домой с ампультированными конечностями. Скажите, филиал фонда защитники отечества, как-то помогает им, может быть, санаторное лечение, реабилитация, восстановление? Вы участвуете как-то в этом процессе? Ампутанты, которые возвращаются с СВО, они проходят первичную такую лечебную часть свою в госпиталях Министерства обороны. Не всегда они проходят военно-врачебные комиссии. Различные статусы при поступлении в госпитали, то есть это частные военные компании различные, это начиная от бойцов Вагнера, Редута, Шторм-Зет. Военный госпиталь, их проведя ампутацию, надлежащую лечение, переправляют в другие лечебные заведения для завершения этого. Не всегда они получают справки из военно-врачебной комиссии для получения инвалидности. У нас в фонде каждый день с утра присутствует представитель МСЭК, медицинской социальной комиссии. Она направляет, то есть сотрудники МСЭК направляют деятельность ампутантов, то есть при сборе документов, при оформлении. И, как правило, где-то от суток до трех они определяют степень и признают человека инвалидом, то есть участников СВО. Бывают такие ситуации, когда тяжело установить степень тяжести. На данный момент у нас 8 ситуаций таких, которых мы направили в центральный офис в Москву, и они будут заниматься их высокотехнологическими протезами. Марат Мухтарович, наверняка к вам обращались родственники погибших участников СВО с просьбой увлечить их память. Например, открыть мемориальную доску на стенах школы, где учился погибший воин. Занимается ли фонд решением таких вопросов? К нам неоднократно с такими вопросами обращались родственники, родители погибших. Наша организация такими мероприятиями в принципе не занимается. Мы направляем, переправляем эту информацию в муниципальные образования районов, городов, где над этим работают. И различные есть способы увековечить в различных районах. Где-то в районе, в ауле улицу назвали, где-то мемориальный щит повесили на школу, где-то баннеры вывешивают. Ну, различными способами пытаются увековечить и постепенно получается. И есть, еще все это не закончилось, но есть такое понимание, что, наверное, будут ставить мемориальные комплексы уже в парках, в городах, в районах, где будут обозначать всех погибших. Открывая фонд, председатель Анна Цивилева сказала, что сегодня фонд занимается решением вопросов участников специальной военной операции. Но в перспективе будут заниматься решением вопросов всех ветеранов, начиная с Великой Отечественной войны. Обращаются ли сегодня в фонд Карачаево-Черкесии участники афганской войны, чеченской компании? Часто обращаются ветераны афганской войны, чеченской войны и других локальных конфликтов. Обращаются с различной помощью, поменять удостоверение, получить удостоверение участника боевых действий. Банальные такие, чисто бытовые ситуации. У кого-то там двор заливает, кому-то дерево спилить надо. Ну, когда в семье нет, кому-то нужно оказать медицинскую помощь, кого-то в санаторий попытаться направить. Но все это делается по мере того, чтобы не... Это не основной наш контингент, с которым мы работаем. И стараемся им помочь. Если даже бабушка будет проходить мимо нас, зайдет, попросит помощи, мы обязаны ей помочь. Ну, то, что военным путем в Россию победить невозможно, это уже понятно. И сегодня главная борьба развернулась на информационно-психологическом фронте. Идет борьба за умы наших школьников, за то, что не будут верить завтра. У вас в фонде работают участники специальной военной операции, ветераны боевых действий. Скажите, вы их как-то привлекаете для работы с молодежью, чтобы историческая память была восстановлена и существовала? Помимо решений различных бытовых, медицинских, юридических, психологических вопросов, фонд еще занимается воспитательной, образовательно-воспитательной работой. У нас в фонде есть сотрудники, ветераны СВО, инвалиды, наши сотрудники, награжденные орденами мужества, медальами за отвагу. Они посещают школы, учебные заведения, колледжи, где проводят так называемые уроки мужества, занимаются воспитанием молодежи. Мы также работаем плотно с такой организацией, как «Авангард» и «Молодогвардейцами». Наш один сотрудник, выходец из молодой гвардии, молодогвардейца, вот он детство свое провел все на Кирову, на памятнике, стоял там в карауле, потом воевал, награжденный орденом мужества. Прекрасный молодой человек, мы довольны его работой, он проводит работу в учебных заведениях города и в различных организациях. И последний вопрос, Марат Мухтарович, планы на ближайшее будущее? Планы на будущее таковы, будем работать, 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 непочатый кларай, вопросов много, нерешенных вопросов. Сейчас большинство наших подопечных находятся, кто в госпиталях, кто еще в отпусках. Когда они активно начнут возвращаться к мирной жизни, мы будем рядом и будем помогать им во всех их начинаниях. Начиная от бизнеса, лечения, протезирования, не только им, но и их близким и родственникам. Ну что ж, удачи вам во всех ваших начинаниях. Продолжение следует... Продолжение следует...